Здравствуйте! Мы продолжаем серию наших передач о творчестве Николая Васильевича Гоголя. И сегодня мы снова в гостях у профессора-доктора наук, выдающегося исследователя творчества Николая Васильевича Гоголя, Владимира Алексеевича Воропаева. Здравствуйте! Добрый день! Владимир Алексеевич, мы, наверное, поговорим с вами о таких публицистических, культурологических, искусствоведческих работах Николая Васильевича Гоголя, которые он озаглавил, вот в таком условно называя это сборника, «Арабески». 6 февраля 1835 года в петербургских книжных лавках появилось новое издание. На титульных листах двух небольших томов значилось «Арабески. Разные сочинения Николая Гоголя». В сборник вошли повести, портрет, Невский проспект, записки сумасшедшего. Здесь же были помещены блестящие статьи по географии, музыке, живописи, скульптуре, архитектуре. Напечатаны статьи исторического содержания. В работе над одной из них по истории Украины зародился замысел повести «Тарас Бульк». Сборник, по словам автора, должен был представить «Смесь всего, всякую-всячую». В предисловии к единственному прижизненному изданию Гоголь замечал. Собрание это составляют пьесы, писанные мною в разные времена, в разные эпохи жизни. Они высказывались от души, и предметом избирал я только то, что сильно меня поражало. Вы знаете, эта книга очень важная для Гоголя. Это, в общем-то, такая своеобразная поэтическая энциклопедия Гоголя. И вышла книга в 1835 году, арабельский, и под заголовок «Разные сочинения Гоголя». То есть, это разные сочинения, это книга разножанровых произведений по искусству, сказали, по культурологии, по географии, мысли о географии, исторические статьи. Ну, и включая несколько художественных произведений. Это такая, в общем-то, очень цельная такая поэтическая энциклопедия, которая свидетельствует о широте мировоззрения. Ну, вот мы привыкли сегодня на такое целая дисциплина научная, политологическая, геополитика. Вот вы сказали, Гоголь писал о географии. Он же не, собственно, географическими трудами занимался. Он и описывал с точки зрения вот этой геополитики. То есть, географии плюс политики плюс культуры. То есть, это и есть ключ к пониманию картины мира, тогдашней России. Конечно. То есть, география для Гоголя не самооценна. Она помогает понять историю. А история помогает понять… А история во многом зависит от географии. То есть, взгляд Гоголя на Россию историасовский. Не только художественный, не только литературный, не только частный. Это историасовский вглубь всей истории России. Не только ее прошлого, но и будущего. Да, согласен. Вы правы. Но вот вы начали говорить о том, что это по своей тематике он в разных направлениях мыслил и писал. Вот как подойти, как проанализировать вот эти вот направления? Для чего он помещал такие разные работы в одном контексте и в одном корпусе текстов? Знаете, Гоголь называл это… Это не просто складочное место для произведений, которые не вошли в другие сборники. Нет. Это своеобразно… Сам Гоголь называл это как бы вот арабейский «всяк и всячины». По аналогии со своим рукописным сборником, которым он еще в неже не составил, книга «всяк и всячины» или подручная энциклопедия. Вот это собрание произведений, которые с точки зрения Гоголя дают правильное представление о мире и о России, современной Гоголю, и выражающей миросозерцание, в общем, религиозное миросозерцание автора. Вот это очень важно подчеркнуть, что все произведения, входящие в арабейский, они имеют глубокий религиозный такой контекст. Из-за чего на него всегда и ополчались, потому что привыкли к тому, что литература, и особенно художественная литература, они должны быть светскими, светскими, ни в коем случае. То есть брали пример французских энциклопедистов, и ни в коем случае нельзя было покушаться на свободомыслие. Гоголь сознательно совмещает в этом сборнике художные произведения и научные статьи. Он как бы пока говорит о том, что художник – такой же исследователь жизни, такой же глубокий аналитик, как и ученый. Вот многие, так сказать, читали, что писатель, он пишет по басенке, он пишет для развлечения. И, например, Белинский, критик Белинский отстаивал, что искусство имеет такое, ну, как бы, литература, ну, как романтики говорили, что она не подается осмыслению. Это совершенно бессознательный процесс искусства, литературы. Бессознательный. А Гоголь утверждает, что нет, художник будет сознательным аналитиком, исследователем жизни. В Арабесках находит отражение духовный поиск писателя. Герой повести портрет, художник, создавший образ ростовщика, уходит из мира и становится монахом. Приуготовив себя подвижнической жизнью, он возвращается к творчеству и создает картину, которая поражает исходящим от нее светом духовности. Путь к большому искусству, полагал Гоголь, лежит через личный подвиг. Нужно умереть для мира, чтобы пересоздаться внутренне, а затем вернуться к творчеству. Это самый точный, принципиально верный взгляд. И у нас, кстати, литературоведение советское на этом строилось. Оценивали произведение художественное только с точки зрения либо теории социальной среды, либо психологических мотивов персонажей. А как раз социальную, политическую, историасовскую составляющую упускали. Считали, что это ни к чему, что это не может быть выражением внутреннего мира художника. И дошло до того, что уже в 90-е у нас начали высмеивать классическое высказывание «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Так вот, Гоголь соединял в себе гражданственное, поэтическое и религиозное. Вот эту триаду, которая всегда содержится в любом художественном произведении, он, они, эта триада, этика, эстетика и метафизика всегда в гармоническом единстве в произведении Гоголя. И вот Робески – это одна из составляющих вот этой триады. Вы правы, вы знаете, и когда вот говорят вот эту мысль, которая стала расхожей такой, да, такой афоризмом, поэтом может не быть, а гражданином быть обязан. Это стихотворение поэта-гражданин Некрасова. Но Некрасова другая мысль. Это не является мыслью стихотворения. Это просто цитата. Да, это просто цитата. А мысль, что какой итог смысла стихотворения? «Блажен болтающий поэт, и жалок гражданин безгласный». То есть художник и поэт, и гражданин. И у Гоголя это, конечно, слито, и Гоголь в этом смысле продолжает традицию русской литературы, некрасовскую традицию. И он провидец, потому что все, что написал Гоголь об Украине, о своей родине, о Малороссии, все сбывается поразительно сегодня, просто буквально. То, что написано в Вии. То есть Гоголь обладал еще и стариасовским, правительским вот таким даром. И это не могло быть следствием только его каких-то субъективных, внутренних, душевных или психологических переживаний. Он это точно провидел благодаря вот этому всеобъемлющему, всестороннему охвату и с точки зрения истории, философии, географии и вероисповедания, православной этики и богословия. Конечно, конечно. В Сарасибульме вся Украина современная. Вот Андрей и Остап – два брата. Вот на фоне есть такая пословица – брат остается братом, даже если и враг. И одновременно это два типа украинства. Совершенно верно, совершенно верно. Понимаете, это вот разделение. И Гоголь объясняет причины этого разделения. Самое главное. Вот как бы Андрей, предательство Андрея во многом чем сформировано? Воспитание – это безрассудной любовью матери. Он соблазнился. Он страстный. Вот это, как Гоголь говорил, что чувственная любовь, она не может быть настоящей, подлинной, духовной. Потому, что она очень ограниченно видит предмет. И вот эта чувственная любовь, безрассудная к сыну, она во многом и сформировала такой характер Андрея. И характер Остапа, который влиял, в первую очередь, под влиянием отца. Это воин. Это человек, как бы, преданный идее. Идее, которая лишь в основе Тараса Бульбы. Положить душу свою, исполнить заповедь Спасителя. Не больше той любви, как положить душу свою за други своя. Вот запорожцы, они эту заповедь и исполняют. И в этом смысле, конечно, сегодняшняя Украина, она вся вот у Гоголя в этом смысле изображена. А вот вопрос Тараса. Ну, что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Это звучит прям как будто про сегодняшнюю, так сказать, Украину. Понимаете? Владимир Алексеевич, и в корпусе этих текстов, под названием «Арабески», конечно же, Гоголь пишет о Пушкине. Вот расскажите об этом. Потому что там такие глубинные правительские и пророческие просто характеристики творчества Пушкина, его личности. Да, вы правы. Несколько слов о Пушкине, это вот как бы такой эссе Гоголя, оно вошло в золотой фонд отечественной пушкинистики. Что Пушкин, Гоголь сразу охарактеризовал Пушкин как национального гения. Это русский человек в его развитии, в каком он явится через 200 лет. Вот уже скоро исполнится, да, это пророчество Гоголя. Это именно такой, не скажешь, это некий эталон, образец русского человека Пушкина. В нем все русское, и природа русская, и как бы все, все в его произведениях. Вот это как бы акцент Гоголя, он очень точен, он точен. Ну, известно выражение «Пушкин – наше все», да? Ну, и при том Пушкин характерен тем, его личность и его творчество тем, что он, это, в общем-то, проекция, это такой символ, это обобщенный образ всей русской интеллигенции. Потому что Пушкин ведь до, там, лет 15 по-французски лучше говорил, чем по-русски. Воспитывался и учился в абсолютно масонском, западническом лицее. И вся его жизнь – это становление русским. Он становился русским православным человеком и русским художником, вопреки вот этому офранцузевшему характеру вот нашей истории, нашего общества. Он пробирался сквозь эти модные наслоения западнические к корням русского мировоззрения, русского миросозерца. Да, Пушкин шел тем путем, вы правы, и в выборах местах из переписки с друзьями уже позднее Гоголь опять к Пушкину возвращается и говорит, что нет, не Пустин к нам теперь пример. Другие времена настают, да? Как бы вот о других вопросах нужно писать, да? Вот Гоголь в этом смысле очень, ну, как бы вот, очень тонко чувствовал природу русской жизни и, как бы, чего и не хватает. Вот этого воцерковления русской жизни, о котором он призывал всегда, и в арабецках тоже, и в выборах местах из переписки с друзьями, конечно, да? Вот это вот непременно, так сказать, это главный посыл Гоголя воцерковлении. Имеем, владеем сокровища, которому цены нет, а не знаем даже, где положили его. Вот это обмерщение русской жизни, да, которое Гоголь видел, которое ощущал, да, вот, понимаете, это вот... Обезбоживание, обезбоживание, апостасия. Об этом же все произведения Гоголя, все. И «Мертвые души», и «Портреты», и «Невский проспект», и «Тарас Бульба», все произведения Гоголя об этом. Тут надо помнить, очень редко вспоминают цитату, когда Гоголь говорит, что дьявол явился в мир уже без маски. Ему уже не надо прятаться и пугать, значит... Уже смеется в лицо. В лицо, да. И в этом смысле потом были Лермонтов, Врубель и Булгаков, которые вот эту мысль и проследили, и развили. То есть финальный аккорд – это приземление на патриарших прудах Воланда. Вот. А в начале-то было вот это правическое, очень точное понимание вот этой духовной ситуации эпохи Гоголем, когда он сказал, что дьявол явился в мир уже без маски. Вот. Поэтому демон Лермонтова последующий, и демон Врубеля, и Воланд Булгакова – это одна и та же линия, которую правически увидел Гоголь. И что интересно, ведь это же не просто сборник статей арабевских, там есть не только стилевое и стилистическое единство, там есть смысловое единство. Конечно. Это все об одном. Это все об одном – о России, а вот о том, что я уже сказал, духовная ситуация эпохи. Вот это главный смысл. Вот расскажите еще и о других статьях из этого сборника. Ну, в Гоголе есть целая ряда на историческую тему. Кстати, это Шлицер Миллер Гердер, да, о средних веках, да, об этом мысли приходящие. Кстати, да, арабевские изданы в серии «Литературные памятники Академии наук», да, вот этот сборник Гоголя, да, посмотрите, да. Кстати, арабевский Гоголь больше никогда не переиздавал, да, когда он готовил собрание сочинений, свое единственное прижизненное собрание сочинения 1842 года, да, он взял, как бы он арабевский не включил в это издание. А почему? Почему? Потому что, как бы, другие цели, другие задачи перед собой ставил, вот, и, но интерес читателей к этому сборнику о чем свидетельствует? О том, что за последние три десятилетия трижды, трижды арабевские изданы. Вот первое издание 1990-го года. Это у нас уже. У нас, да, да. В нашу эпоху. Это вот издание арабевские, это первое издание после вот прижизненного издания. Это Петр Паломарцюк, замечательный русский писатель, да, современный. Да, он успел, успел издать. Да, он издал этот сборник с прекрасными гравюрами, иллюстрациями Юрия Селиверстова. Вот. Это 90-й год. И потом еще дважды были изданы арабевские, это вот я показал, да, это серия «Литературные памятники», да, и вот третий том полного собрания сочинений и писем Гоголя. который готовит сейчас в институте мировой литературы Российской Академии Наук, да, в 23 томах это будет издание. Вот третий том уже издан, это арабевские. То есть это о чем говорят, что интерес к этому сборнику у современного читателя несомненный, да. Скажите, а современники Гоголя как воспринимали арабевские? По-разному. Вот Белинский, например, это как бы резко осудил вот его ученые статьи. Избрегла сбоку такой учености. Считал, что Гоголь никакой не ученый, да. Ну, я уже говорил, что он настаивал на бессознательности художественного творчества. Белинский. А здесь Гоголь выступает как аналитик, как исследователь русской жизни. По сути, Гоголь здесь в оппозиции, это такой, ну, это... Мы же привыкли, и тогдашнее общество, интеллигенция привыкла к классическим трудам энциклопедистов французских. Вот. А Гоголь выступает таким духовным и литературным оппозиционером, потому что работы энциклопедистов, они были пронизаны вот такими либеральными взглядами и, главное, антиклирикальными. То есть, церковь очень часто высмеивалась. Вот. Достаточно вспомнить ту же исповедь Вольтера. Это же, в общем-то, ну, антихристианское произведение, по большому счету, если говорить. А Гоголь был христианским мыслителем и художником. Вот это важно иметь в виду, что вот это христианское миросозерцание Гоголя, оно не было отдельно, а вот творчество отдельно. Нет. Оно пронизывает все творчество Гоголя. Вот я тоже мысль этого высказывал уже не раз, что все буквально произведения Гоголя, как художественные, так и публицистические, пронизаны новозаветными реминисценциями. Пронизаны просто все. Понимаете? Вот. И это касается и арабеса, конечно. Вот это очень важно иметь в виду. И что без этого... Вот в чем вот недостаток советского Гоголеведения? В том, что они игнорировали вот эту важнейшую сторону творческого наследия Гоголя. Православную, религиозную. Конечно, конечно. Нельзя анализировать произведение Гоголя, игнорируя его миросозерцание, религиозное миросозерцание, которое было первично, это было главное на потребу. Из этого текали его все и творческие идеи. Конечно. И Гоголь говорит, что нельзя быть художником, не любя и не служа Господу. Нельзя быть художником. У нас же привыкли к тому, что привыкли воспринимать полет кузнеца в акулы на черте в вечерах на хуторе «Близди Каньки», как такой сказочный, фольклорный сюжетный ход. А ведь Гоголь взял это просто цитату из Патрика, из жития... Иоанна Новгородского. То есть, ему Господь дал силу над бесом. Понимаете? И он застал беса служить себе. И в этом смысле, конечно, у Гоголя всегда сила Божия побеждает сила Бесовского. Это и в вечерах на хуторе «Близди Каньки», и во всех последующих произведениях. И арабески пронизаны этим православным, христианским миросозерцанием. Конечно. И вот там обращают внимание, за что бес возненавидел вакулу? За то, что тот намалевал, написал в церкви икону, как святой Петр разгоняет злого духа в День страшного суда и сада. Кстати, вот этот сюжет, иконописно, до сих пор не найден. Как интересно. То ли Гоголь сам придумал это, то ли он откуда-то взял. Но это же было обычное дело. Да, икон, но очень предуподобно у Гоголя. Конечно, потому что древние храмы расписывались, а там обязательно были сюжеты из ада и рая. И в католических храмах, кстати, и в греко-католических храмах тоже были сюжеты передачи ключей от рая апостолу Петру. И вот здесь в этом смысле очень важно, что у Гоголя силу божества побеждает, силу бесовскую, а один человек и побежден этой силой, то причина этого в нем самом. В нем самом тут есть изъян духовный, который дает силу бесовской силе над ним владычествовать. И в этом смысле как бы вот эта проблематика арамисок, она совершенно органично и естественно для всего последующего творчества Гоголя. Абсолютно. Это и «Мертвые души», и второй тон «Мертвых душ», и выбранные места из переписки с друзьями. Вот только сейчас приходит время вот для такого комплексного изучения вот этой книги Гоголя. Я же сошлюсь на статью Игоря Алексеевича Виноградова, одного из лучших современных гоголеведов. У него есть большая статья об арабецках Гоголя. Вот она об этом говорит. О цельности этого произведения, о его прямой связи со всем творчеством и предыдущим, последующим Гоголя. Это очень важно иметь в виду. Напомним еще раз, это не просто сборник и набор каких-то отдельных текстов. Это цельное по своему мировоззренческому, духовному, художественному осмыслению тогдашней действительности. Это энциклопедия поэтическая, которую выражает миросозерцание автора. Конечно. Да, это наука, такой научный трактат, написанный художественным языком. Можно и так сказать. А Белинский не то чтобы неверно понял Гоголя, просто ему была идеологическая несовместимость. И Белинский прекрасно все понял, он прекрасно все понимал. Но это его раздражало, потому что это было против того, чем Белинский дышал, жил и как он мыслил. Потому что Гоголь был, пожалуй, единственным писателем, одним из немногих, кто возражал против вот этого западнического, антиправославного, секулярного взгляда на мир и на литературу. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот этим Гоголь как бы особняком стоял. В общем, он первый почувствовал вот эту опасность, этой секуляризации, как бы, и забил как бы в набат. Ну, помимо, конечно, духовных писателей, был святитель Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник, это великие современники Гоголя. Они об этом говорили как духовные писатели, да, как духовный автор. Но Гоголь, первый из светских писателей, заговорил об этом. И, конечно, как бы его слово было очень весомо, потому что, хотя его воспринимается как бы тоже с недоумением многим, вроде сатирик, писатель сатирик, и вдруг о таких вопросах говорит. В том-то дело, что сатира Гоголь не как бы... Она не высмеивала. Она просто, да... Гоголь не был, как бы, вы знаете, просто бытописателем народного быта. Он был духовным, как бы, он духовно оценивал этот быт. Вот это очень важно понимать, да? Что Гоголь не был, так сказать, просто... С сатириком он точно не был, да. Он был знаком, да. Он как бы и народной жизни, и современной ему жизни, он давал и оценку. И оценку, религиозную оценку, да. Самой высокой точке. Да. Над мирной, над мирной. Она единственно верная. Он дает, как бы, и в арамесах тоже, он дает правильный духовный взгляд на патриотизм. Ведь Гоголь – самый патриотичный писатель в русской литературе. Самый церковный, самый патриотичный писатель. Вот он говорит, благодарите Бога за то, что вы русские. Не гордитесь, что вы русские, а Бога благодарите за то, что вы русские. Это очень важный взгляд, что для того, кто истинно хочет любить Россию, нужно забыть все другие чувства. Нужно сделаться христианином во всем смысле этого слова. Да, Гоголь... Вот это, как бы, мысль, она пронизывает все творчество Гоголя. Это сочинение гражданина земли своей. Написано этим произведением, да. Они все вот такие, ну, как бы, с правильным взглядом патриотическим. По Гоголю Россия может быть только православной. Или не будет ее совсем. Другого для Гоголя нет выхода. Да, и вот это главная мысль рабесок, которую Гоголь как публицист, как мыслитель, философ, богослов в определенном смысле, и он вложил вот в это произведение. Спасибо большое за сегодняшний вот такой рассказ и анализ вот этого корпуса текста «Арабесок». Спасибо большое, Владимир Алексеевич. И вам спасибо за интерес вот к этой книге Гоголя. И всех телезрителей тоже благодарю за внимание. До свидания.